Сложить в себя обязанности главы сельского поселения рекомендовал Светлане Новиковой полномочный представитель президентов ДФО в ходе рабочей поездки в Смедовический район. Вместе с губернатором Ростиславом Гольштейном, главным федеральным инспектором по ЯО Сергеем Нужным, прокурором области Заурбеком Джанхотовым, главой муниципального образования Максимом Шупиковым, визит Юрия Трутнева в ЯО начался со встречи с жителями поселка Смедович. Их уже не первый год волнуют проблемы с управляющей компанией и ресурсоснабжающими организациями. Из-за некачественной работы которых возникают систематические проблемы с отоплением и горячей водой. Мы писали в администрации. Мы эти вопросы выносили на заседание Совета общественной организации. У нас создан такой совет при администрации. Но, к сожалению, ответы получали расплывчатые. Разобраться в сложившейся с управляющей компанией ситуации Юрий Трутнев поручил прокурору области. Остальные вопросы жителей скорее адресованы были к главе поселка. Главе поселения, а вы вообще в состоянии эту работу как-то организовать? У меня просто со Смедовичей приходит жалоб больше, чем со всей остальной территорией округа, наверное. Я готова сегодня сложить свои полномочия. Но мне сегодня жалко людей, понимаете? Первое. Складывайте. Готовы? Складывайте. Назначением нового главы поселения теперь займется непосредственно губернатор области. Проблему же общего развития села решать нужно на другом уровне. Мне сказали, что вот такое ухудшение состояния жизни в поселке во многом связано с ликвидацией предприятий железнодорожного транспорта. Я сегодня с Олегом Валентиновичем Белозеровым, с руководителем российских железных дорог уже свяжусь. Мы с ним посоветуемся, что можно сделать для того, чтобы как-то в поселке какую-то экономическую базу создать. Результаты полномочный представитель президента лично проверит через год, а пока сразу после Смедовического района Юрий Труднев отправился в село Нижнеленинское. Здесь, на месте строительства международного мостового перехода, о ходе работ ему доложили генеральный директор АО УСК «Мост» Александр Попов и начальник ДВЖД Николай Маклыгин. Как заявил Попов, мост готов. В настоящее время ведутся работы по строительству станции «Ленинск-2». Станция «Ленинск-2» 13 железнодорожных путей, из них 7 под российскую пылью, 6 под китайскую пылью. Выполняются также работы по строительству железнодорожного пункта пропуска, позволяющего производить досмотр грузов и его аккредитацию. По станции «Ленинск-2» также выполняются работы по технологическому монтажу оборудования специальных систем, а также отделочные работы внутри зданий. Также строители ждут, когда железная дорога выйдет на устройство участка, примыкающего к мосту. Николай Маклыгин заверил, работы начнутся уже с 1 апреля. Окончательное же обустройство железной дороги в Биробиджан-Ленинское завершат до 1 августа. К этому же сроку дорога гарантирует строительство 4 ширококолейных участков из 17 на месте транспортного узла. Также требуются участки с узкой китайской колеей. Без этого говорить о полноценной работе объекта не приходится, на что обратил внимание и глава ЕАО Ростислав Гольштейн. Можно понимать в том, что да, можно протолкать один вагон, но полноценно объект работать не будет, потому что не будет возможности перегружать и обслуживать всю полную номенклатуру груза. Начало работ по данному направлению тормозит с отсутствием договора между РЖД и заказчиком. Юрий Трутнев не считает это серьезной причиной для пересмотра общего графика. Если у строителей моста объективной причиной стало изменение русла реки на 9 метров, то в случае с ДВЖД причина не ясна. При этом у мостовиков и железнодорожников не возникло дополнительных просьб после того, как полпред предложил помощь в решении проблемных вопросов. В свою очередь Ростислав Гольштейн рекомендовал оформить поручением рассмотрения вопроса о строительстве международного пассажирского пункта пропуска. После осмотра моста Юрий Трутнев вылетел в Биробиджан, где провел совещание по развитию региона и сбалансированности бюджета. Вячеслав Пасманник, Константин Земляникин, Кирилл Богаченко, Павел Славин. Новости 21.